На сцене театра драмы и комедии генеральная репетиция легендарной Золушки. В главных ролях Мария Дорогобед. За 7 лет она сыграла в 15 постановках. Однако, признается, история любви оказалась самой сложной. Персонаж – полная противоположность актрисы. Нам в жизни не хватает этой самой сказки. И все-таки, для того, чтобы ребенок и взрослый, и его родители окунулись в эту сказку, и подумал о том, что вот эти серые будни – это не все, что у нас есть на самом деле. Бобруйская труппа за музыкальный спектакль по мотивам Шарля Перро взялась в середине осени. Актерский состав – 10 человек. Злая мачеха, строптивые сводные сестры, фея крестная и, конечно, прекрасный принц. Как бы тяжело не приходилось, вот если взять историю Золушки, этой бедной девочки, лишенной родительской теплоты с детства, да, потеряла раны родителей. И вот ее трудолюбивость, ее добрый нрав, ее душа. Мне кажется, все это обязательно приведет к тому, что мечта сбудется. Сюжет, художественная канва и набор персонажей сказки менялись бесчисленное количество раз. Не утратила история одну единственную деталь – хрустальную туфельку, которую героиня обязательно теряет. Но перед этим – волшебное перевоплощение, изящное платье, шикарная карета и танец с самым лучшим мужчиной на свете. Стоимость билетов от 5 до 8 рублей. Тем, кто хочет попасть на новогоднюю сказку, стоит поторопиться. Квитки на праздничные выходные почти закончились. Можно мне, пожалуйста, билет на Золушку? Премьера в Бобруйске состоится в среду в 11 и 14 часов. Посетить спектакль жители смогут вплоть до 9 января. Сказка о доброй и трудолюбивой Золушке – уже не одно столетие любимая история девочек всего мира. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.